В Израиле продолжаются споры вокруг закона о смертной казни, который парламент принял в предварительном чтении. У нового закона нашлись как противники, так и сторонники. Их аргументы выслушал наш корреспондент Сергей Услендер. Это израильская тюрьма, в которой отбывают срок палестинские террористы. Среди них и молодой араб, который полгода назад вырезал в поселении Халамиш целую семью. Именно этот случай стал поводом для принятия закона о смертной казни, который прошел предварительное чтение в Кнессете. Смертная казнь предназначена как для наказания, так и для сдерживания. Пока подавляющее большинство в кабинете министров и юридический советник правительства возражают против изменения политики в отношении смертной казни для террористов, единственным способом добиться смертной казни является законодательство. Мало какой законопроект вызывал такие яростные споры и чуть не довел до драки в парламенте. Правящее большинство победило с очень маленьким перевесом. 52 голоса за, 49 против. Сторонники закона считают, а чем ликвидация террористов, которую проводят военные, отличается от смертной казни? Тем, что это делается без суда и следствия. По закону все будет по-другому. Защита, обвинение, предварительное расследование. Кстати, израильское законодательство предусматривает смертную казнь, только эта мера практически не используется. Первый раз смертную казнь в Израиле провели в 1948 году. Тогда по приговору военно-полевого суда был расстрелян армейский офицер Мейер Тувинский, обвиненный в шпионаже. Позже выяснилось, что он был совершенно невиновен. В 1962 году Моссад в Аргентине похитил Адольфа Эйхмана, нацистского преступника, одного из организаторов Холокоста. Его привезли в Израиль, осудили и повесили. С тех пор высшая мера наказания здесь не применялась ни разу. Противники нового закона, а среди них немало юристов, говорят прежде всего о возможности судебной ошибки. Дело Тувинского яркий тому пример. Кроме того, смертная казнь не останавливает преступников, тем более террористов. В тех же Соединенных Штатах, где есть смертная казнь, высокий уровень преступности. Нет ни одного исследования, которое подтверждает связь между тяжестью наказания и эффективностью его. Я хочу подчеркнуть еще раз, ни одна страна в мире никогда не добивалась введением смертной казни положительных результатов. Активнее всех против смертной казни возражают, как ни странно, спецслужбы. Они опасаются, что это даст террористам сильный стимул похищать израильтян, чтобы менять их на приговоренных к смерти соратников. Теперь слово за Верховным судом. Сергей Услендер, подробности Ближневосточное бюро телеканала Интер.